итак ребята всем привет приехали мы на одну деревушку на нашу старую любимую где были шикарные находки приехали мы сюда а здесь уже наши два камрада уже час как копает в общем копаем сегодня вчетвером дмитрий евгений михалыч ну и конечно же я вчетвером находки думаю нас сегодня порадует не меньше чем в прошлые разы разы были просто шикарные практически ни одного тухлого выхода не было всегда что-то ценное эдакое выходила на поверхность буквально недавно видеосюжет вы видели если нет то обязательно посмотрите где подняли вот такую зачетную вещь вот она красавица видите да ребята на пасашок михалыч говорит будет пасашок ну-ка охренеть ребята твою мэн дивизию вот это бомба вот это вот это да это что тысяча восемьсот шестьдесят четвертый суть я вот мы и решили ребята кто здесь жил здесь судья жил вот почему здесь столько много монет он принимал взятки ничего себе вещь просто огонь это у нас медаль мирового судьи вот такая в позолоте классная вещица всем таких сигналов под катушку и это повезло а михалычу с таким вот знак в общем приехали снова сюда пораньше выехали в шесть часов а пацаны здесь уже с пяти часов в общем накопали они уже монеток немножко чуть позже вам покажу кто чего накопал ну а сейчас конечно в поисках нового фундамента или же все-таки зашовьемся на старом время пока так что смотрим будет довольно таки интересно нас сегодня четверо значит находок будет четыре раз раза больше чем обычно смотрим будет очень интересно ну что ребят подошли поздоровались парнями и разбежались по разным углам в общем прибежал михалыч и показывает свои супер огненные монеты смотрите они полностью нафиг убитые вообще полностью вот эта монета смотрите копеечка 24 но скорее всего 25 потому что закон подлости существует и ныне именно затерта с одной стороны полностью вот и вторая монета царская 3 копейки николаевского образца 1876 года тоже игровая орляночка вот такая в прошлом была классная монета сейчас просто убитый как аль но я вернусь вот к этой монете это копеечка медная интересно над тем что одна сторона была с точно смотрите как с точно очень сильно что даже остро и это тоже в свое время был мошенник и из этой монеты сделал хотел сделать биток видно ему руки отрубили за обман мошенничества и не получилось в общем делали две монеты вот такого образца тонкий-тонкий и между собой скреплялись и получалось собою с обоих сторон орлянка так у дмитрия там по ходу монета дадим монета монета блин женька зрячий вообще видел ладно в общем вот такие вот зачетные михаи михалычи дернул экземпляры кому-то может быть для коллекции игра орлянка и все на этом у михалыча все так у евгения что у нас мы приехали на дергал немножко монет показываю евгений свои советики продолжается сигнал монета о женька смотрите сколько наковырял всего столько шибони всякой чё упала так и так тоже игровой блин в этой деревне очень любили играть в орлянку так пуговка советская монетка 15 копеек какой-то 40 какой-то год так 10 копеек 45 года трешечка и печальный вот такой крестик очень печальный вот его жизнь под испортила да и загнул еще как из-за всех кам по карманов евгений достает монеты еще одна 15 копеек 45 и также точно здесь 45 есть с собой так у дмитрия там чё давайте познакомимся с находками дмитрия и капают у него хабарница вот и давайте глянем что у него произошло за это время так ну пуговку ему михалыч подогнал вот такая классная пуговка 10 копеек 48 года 2 копейки 20 скорее всего 26 копеечка двадцать четвертый год буковки как вытянутый нет если быть лопа какой там у дима сигнал классный это сигнал серебра и вот такой крестик женский футбол не сглазить медь крупная до крупная медь так сигналит терка если серебро или крупная медь 2 4 полин печально да вот только что в прямом эфире достали двушечку двадцать четвертого года копеек 25 здесь много почему нету двушек 25 ладно зачетно идем дальше итак ребята брожу около старого какой-то фундамента чей-то разработанный недавно может быть даже михалыча здесь был сигнал невнятный его знаете достал думал какой-то советик потому что тонкий но когда начал чистить здесь какой-то были нафиг я не знаю всадник на коне какой-то какая-то монета очень очень странная вот сейчас почищу получше и вам продемонстрирую какой-то тут всадник непонятный но это не катя не лиза ничего подобного я такого раньше не встречал любопытно любопытно сейчас почищу и с пацанами там консилиум сейчас создадим потому что монета очень странная и так ребят с монеты я вот разобрался вроде бы как 1911 чего-то 5 и здесь какая-то наверное все таки богиня победы ли что-то в этом роде и здесь тоже потер самое главное то что перевертыш какой-то здесь так верх ногами и здесь проглядывается силуэт как вы видите да голова женская и походу французская монета я вот не знаю здесь написано франц франциссе что-то францисса ну после чистки будет показано что это такое но монетка интересно вот попытался в том месте он там зашурфиться засыпка хороший но к сожалению нет ничего и вот здесь вот тоже в этой ямке верховой был и выпал вот такой женский крестик лепесток любопытно любопытно верховой ладно такие вот две находки именно с этой домовой ямы имеем так что продолжаем ребята разбежались по разным углам михалыч дмитрий и евгений пока у меня удачного 1 на этом месте кстати я вам не сказал но мы переехали в поисках нового места но это место оказывается не новое здесь схожи на старые ямки есть и фундаменты тоже кое-где взорваны и так ребята еще одна верховая с этого же фундамента интересно тем что откуда здесь вот ракушки ракушки озерные или речные откуда здесь не знать и монета крупная сожалению затертая 2 копейки александровские и год сейчас скажем наверно ну не знаю 1819 похода но монетка к сожалению с утратами неплохо не буду продолжаем с консилиум не знаем что делать куда идти куда ехать но я махаю клюшечкой и выпала вот такая вот красавица павел первый давненько я таких не поднимал последний раз дим с тобой подымал помнишь вот и все вот такая копеечка 1801 года огонь просто и вот крестик потом здесь была царица полей здесь павел первый там и иностранный фран франциска какой-то вот там была пуговка английская и вот теперь все же думаем может зашурфиться как-никак аська со своей катушкой верховый тут дергать может действительно заложить шум что сейчас надумаем зашурфиться красивая монета думаем дальше что делать итак ребята прохожу я мимо домового ряда все фундаменты взорваны но взорваны они просто безобразно я просто шоке от тех людей которые здесь занимались шурфами я понимаю шурфы закладывать тяжело но разрабатывать их надо чтобы выяснить есть там что и нет каждый фундамент здесь взорван на нем поработали минут 15-20 и бросает 15-20 и бросает в общем безобразно ладно хоть нашли дымовые ямы но грех это не найти потому что здесь как бы всего два порядка домов было по одному я пробежался абсолютно все взорваны вот но взорваны безобразных там ковырнули там сям я сейчас чуть позже вернусь к пацанам и вам покажу как пацаны взрывают и докуда копают так что ребят если у вас нету находок я вам говорил что минут 30-40 копайте и ищите новый но здесь копали я не знаю минут 15 максимум 20 и сваливает засыпка есть сопутка есть но уходит единственный плюс тем что деревня очень чистая пробок нету проволоки так таковой тоже нету если сигнал то этот чугуни чугунина или же кованая железо но или монета то есть одно из трех пробок здесь вообще нету деревня исчезла в царское время так что советское время не совсем не застала монет советских здесь нет вот сейчас прошелся до конца деревни хотя это не деревня может быть какой-то был я не знаю хуторок небольшой дворов может 20 максимум вот и сейчас по другой стороне домов пройду тоже позвоню а там где я монеты нашел пацаны разрабатывают и копают а я вот хожу в поисках новых находок именно на фундаментах хочу верховые что-то поискать так что ладно ладно находимся вообще в красивых местах на холме кругом подсолнух семечки в общем маслица будет скоро хорошая наша самарская вот но в целом что хочу сказать ветерок вообще классно даже прохладенько и это плюсик ну и все идем обратно только по другому уже домовому ряду может быть там есть что-то не тронута пошли пошли ну что ребят подошел я к пацанам и смотрите какие у них шурфы у михалыча с угла был начин у евгения тоже с угла и дмитрий идет вдоль винца тоже с угла они не кинулись и в центр не с краю где как-то что-то именно с углов и вдоль винца в общем сигнал у евгений был у дмитрия тоже терка здесь две терки сейчас работает я вам говорил что здесь нету советов а дмитрий говорит что это такое может сигналить раз здесь нет советов то есть уже специалист на слух понял и выпала вот она монета у евгения 3 копеечки 43 года смотрите какая а 46 вообще бодрячок вообще офигенный даже чистить не нужно водичка промыло все оказывается деревня ты не совсем царская советская ну ладно чем от имения лучшего пусть такое хотя бы советы идем дальше ребят чудный был сигнал глазовой сигнал глазами нашли это не первая бутылочка михалыч подымал здесь тоже наполовину разбитую бутылку к сожалению и вот же не нашел очередную бутылочку и она пополнит его коллекция он тоже стал бутылки собирать именно с царской символикой и здесь у нас аптека классный бутылка вообще классно зачетно самое главное целое надеюсь и и евгений где-нибудь никогда не не кокнет еще несколько веков простоит у него где-нибудь классная классно так что-то сигналу всех пошли дмитрия и евгений что-то михалыч тоже всякая жизнь ладно зачетная находка классная приятная так ребята у дмитрия выпала пуговка гирька но она интересная с рисунком силуэт я такой никогда не видел прям реально рисунок солнца вот такая вот пуговка ничего себе у меня таких нету зачетно дмитрий пуговки собирает коллекционирует так что пополнит коллекция ребят стоило мне подойти только к ним и сразу монеты поперли пуговки и у Женьки очередной образок без ушка а это святая мать святая мать да а здесь какой-то храм что ли нарисован сейчас почищу может быть если чего интересное я вам продемонстрирую ну вот такой вот образочек класс зачетно ребят здесь есть такие вот находки интересные сначала начале разработки было вот такой вот можно конечно предположить что это пряслица но я же все таки ссылаюсь на то что это грузил для сетей я такие раньше встречал но она легкая как бы для грузила и вот михалыч только что еще одну выкопал но сейчас мои сомнения вообще смотрите с отверстиями с дырочками неужели тут тоже пряслица все-таки любопытно очень любопытно блин и тут евгений еще смотрите еще одну но это не грузила это точно потому что очень легкие это вообще какой-то песчаник еще одно что ли пряслица так что ребят пишите что это такое что это такое я уже стал сомневаться когда нашел такую вот вещицу думал это груз на сети неподалеку речка есть но вот эти вот совсем легкие любопытно пишите в комментарии обязательно так ребята каждый тут плачется по находкам каждый плачется и вот дмитрий наплакался тем что монет у него нету сначала покажи сколько метров прокопал ну прокопал многое вот такую чтобы добраться вот до такой находки это у нас ребят медаль классная зачетная медалька жалко с утратами нету ушка затерта но факт в том что это было найдено итак ребята давайте сейчас я вам расскажу немножко об этой медали медали для общего развития 21 февраля 1913 года в российской империи проходило торжественное празднование 300 лет дома романовых к этому празднику и было приурочено эта медаль в память 300 лет царствования дома романовых она предназначалась для награждения лиц имеющие отношение к праздну от чеканина было более полутора миллионов медалей медали выполнены из светлой бронзы но как показывает практика встречаются медали и из других сплавов металла на лицевой стороне два нагрудных портрета император Николай II и царь основатель династии Михаил Федорович на оборотной стороне имелась горизонтальная надпись в память трехсотлетия царствования дома романовых 1613-1913 год медали выдавалось практически всем кто на момент празднования находился на службе у царя с выдачей свидетельства зачет зачет классно блин там Женя своей тенью маячит вот такая красавица вредитель да между прочим вредитель еще тот у Михалыча батарейки сели на его фишере он пошел он пошел за батарейками а Женька жук втихаря все прозвонил все забрал вот такой это у нас Женя хитрый жук ладно шутка шутками а вот эта находка классная в память дома романовых зачет сейчас я постараюсь сполоснуть и если интересный внешний вид то продолжу вам показывать итак ребят медальку мы освежили и в память 300 лет романовых царствования романовых 1613-1913 вот такая красавица из раскопа который как бы ничего не предвещал интересного вот классная зачетная ты понял что говоришь бутылочка блин я думал ты вторую поднял вот такая же красная ладно продолжаем итак ребят переехали мы на другое местечко дабы поковырять советиков их тут хватает ребята здесь шурфили вот такая вот куча зашурфленая ям как вы видите нету просто все перекопано на штык лопаты всего на все все были находки ну и у меня находочка вышла и я решил ее заснять были еще советские монеты я к сожалению не снимал это 20 копеек 1928 года смотрите какой бодрый сохран если честно я по моему такие еще не находил чтобы были чистые без всяких окислов просто огонь просто конфетка это единственная пока серебрушка на сегодняшний день я думаю вот это вот сейчас кромочку еще буду подрезать и находочки здесь еще будут советские пацаны где-то за этими кустами где-то там тоже шурфят тоже добивают фундамент ладно классно продолжаем итак ребята очередной сигнал был советские я царское здесь и не жду это 3 копейки 53 года были еще монеты сейчас я вам их продемонстрирую классная зачетная желтенькая итак ребят буду наверное заканчивать в общем с этого шурфа на отвале выпало несколько монет но монеты вот такого характера судя по наростам окислом окаменелые это после 60-х годов вот они пятачки трешечка 50-го еще была как-то вот так вот Михалыч сказал поехали хоть советов покопаем а то сегодня не густо вот так вот я советов с этого фундамента дернул неплохо неплохо ну будем наверное закругляться на этом конечно же смотрите обзор и я вам покажу сегодня бомбочки которые мы сегодня накопали а они уж поверьте есть итак ребят на этом будем заканчивать обзором что мы сегодня накопали бомбочки есть между прочим где у нас Дмитрий Дмитрий сегодня герой откопал он сегодня медаль 300 лет романовых бомба также он откопал 5 копеек 35-го Михалыч к сожалению сегодня пустоват но не совсем что-то все-таки было на этом конечно не буду разглагольствовать все долго всем ребята пока заранее ну сначала обзор смотрим будет довольно таки интересные находки ребят короче снимаю на телефон камеру оставил на другом копе придется сейчас наверное возвращаться в общем что я хочу вам сказать получилось у нас по находкам не особо сегодня густо но и не пусто есть конечно кое-какие бомбочки ну начну с шмурдяка накопал вот такого цветного металла затем вот такие кусочки возможно пряслиться знаете да как это делается надевался вот этот черночок и вращалась и нить накручивалась это для тех кто не знает в общем Евгений уехал у него были бутылочки с орлом у него царские бутылочки были два штуки советики ну и у нас что получилось конечно же бомбочка это вот такая вот зачетная классная памятная медаль 300 лет романовых вообще классная 1613 и 1913 вообще бомба так что дальше было пятачок тридцать пятого года новый герб был бы старый вообще был бы огонь ну и так неплохо следом что у нас одна серебрушка сегодня 25 лет итак ребята вы уж извините но природе не укажешь и не прикажешь поднялся сильный ветер и очень сильно задувало в камеру так что извините еще раз смотрите обзор находок под хорошую музыку так что и и и и и и Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok